Конкурсы аниматоры и детский смех. В общем-то все атрибуты праздника. В день государственного флага России в военном городке Сосновый Бор открылась большая детская площадка по программе «Тысяча дворов». Мы очень рады, что в нашем Сосновом Бору наконец-то есть места, где можно побыть с маленькими детьми, весело провести время. Большое спасибо за праздник. Мы будем надеяться, что это не единственное открытие. Мы ждем еще впереди три детских площадки и ждем еще три праздника. Так-то все вообще хорошо. Просто бомба, в баскетбол очень хорошо играть. На площадке есть зона отдыха, поле для игры с мячом, сектора с игровыми комплексами для детей разных возрастов. От нуля до трех лет, от трех до семи лет и от семи до четырнадцати лет. Территорию озеленили, высажены 60 кустов акации и кизильника, уложен тротуар. Очень приятно открывать такие объекты, чтобы площадки дети могли заниматься, наши маленькие, взрослые, разные, все. И чтобы были условия для того, чтобы могли расти, развиваться и чтобы все пути и все дороги жизни были для наших детей открытыми. И по такой программе «Тысяча дворов», это программа «Дальневосточная», ее Юрий Петрович Трутнев ведет, в этом году 14 площадок таких строим по всей республике. Если говорить конкретно о Булан-Удэ, то в военных городках откроется еще несколько подобных площадок. В этом году мы строим семь новых вот таких вот детских площадок в военных городках. Вот четыре в Сосновом Бору, один в Звездной и два на станции Дивизионная. Вот сегодня в день государственного российского флага мы открываем двадцатую юбилейную площадку, которую построили по проекту «Тысяча дворов». Мы долго работали над этим проектом, продумывали каждую деталь. И, конечно же, праздник в Сосновом Бору не обошелся без традиционного угощения. Военнослужащие накормили всех солдатской кашей. Руслан Хороших, Доржичи и Допов, Новости дня.